Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты. Я Николай Силков. Смотрите сейчас. Вышли на след. Оперативники задержали причастных к поджогу киоска на Шмидта. Заранее привезли и поместили на крыше киоска емкость с бензином и часовым механизмом. Что еще успели натворить подозреваемые? От свежих овощей до жирной рыбы в городе развернулась сельскохозяйственная ярмарка. Мед покупала, очень вкусный. Что почем. За делом на будущее в ряды молодежной организации вступили школьники. Я вообще люблю профессию пожарников. Она интересная, полезная. Как это было. А также налоговый кодекс, вторая прививка и желтое предупреждение. Синоптики прогнозируют дожди и ливни. Какой будет температура за окном. По горячим следам в Бобруйске задержаны подозреваемые в порче авто сотрудника милиции и поджоге киоска. Звонок на номер 102 поступил в субботу ночью. К моменту приезда оперативников спасатели ликвидировали возгорание на Шмидта. Там и горел ларек. Сыщики предположили, что это был поджог. Правоохранители вышли на троих местных жителей, которые могли быть причастны к преступлению. Выяснилось, что мужчины тщательно готовились к поджогу. Заранее привезли и поместили на крыше киоска емкость с бензином и часовым механизмом, которые впоследствии привели в действие. О преступных планах бобручан говорят и другие факты. В гараже одного из них сыщики нашли пневматическое оружие, трафареты для надписей, предметы, которые могут быть использованы для изготовления самодельного взрывного устройства. Оперативники установили подозреваемое, также повредили и автомобиль сотрудника милиции на прошлой неделе. Следователи возбудили уголовное дело. Фигуранты находятся в ИВС и проверяются на причастность к другим преступлениям. Уже без малого 77,5 тысяч пациентов по всей стране успешно выздоровели от коронавируса. Зафиксировано почти 84 тысячи человек с положительным тестом на COVID-19. Врачи провели свыше 2 миллионов 87 тысяч тестов. Такие данные приводит Минздрав. Около 10 тысяч добровольцев вакцинированы в рамках исследований спутника ВИ. Почти 2 тысячи из них уже получили вторую прививку. Последним добровольцам сделают укол в январе 2021. В конце июля, начале августа закончатся исследования и появятся результаты, статистически обработанные за полгода. Неделя матери, цепная реакция и отопительный сезон в столице уже потеплели батареи. Когда черед Бобруйска? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Александр Лукашенко поручил подготовить изменения в налоговый кодекс. Об этом президент заявил, заслушивая доклад по развитию национальной налоговой системы. По словам главы государства, налоговая система – один из основных элементов экономической политики. Она должна быть простой и понятной для всех жителей. На первом энергоблоке Белая-С успешно запущена цепная реакция. Пока блок выведен на минимально контролируемый уровень мощности. На ближайшее время запланирован целый комплекс исследований, которые позволят подтвердить надежность всей системы ядерно-физического контроля и ядерной безопасности реакторной установки. Следующим этапом станет энергетический пуск первого блока с включением в энергосистему страны. В Минске стартовал отопительный сезон. Включение производится в несколько этапов. Первым делом батареи начинают греть в медицинских учреждениях, объектах социального обеспечения, школах, детских садах, музеях, государственных архивах и библиотеках. Во вторник тепло начнет поступать в жилфронт столицы. Решение о начале отопительного сезона, напомним, принимают местные сполкомы. Красный пищевик запустит новую мармеладную линию. Она появится в Славгороде. Большая часть новой продукции будет инновационной – конфеты, которые ранее не выпускались в стране. Почти половину сладостей направят на рынки ЕС, Евросоюза и Китая. Для изготовления оригинальных кондитерских изделий планируется использовать только местное сырье – яблоки, груши, ягоды и мед с пасеки фабрики. В Беларуси стартовала неделя матери. В разных уголках республики пройдут торжественные приемы, концерты, акции, марафоны и конкурсы. Выражение высшей признательности всем мамам за их благородный труд, любовь и заботу – таким будет посыл у всех мероприятий. День матери в Беларуси, напомним, отмечается 14 октября. Стали очевидцем происшествия, бьетесь над решением наболевшей проблемы, есть эксклюзив. Корреспонденты Бобруськ-360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. В стране проходит третий этап акции «Молодежь за безопасность». Белорусская общественная организация спасателей пожарных пополнилась новыми участниками. Обстановка в Центре дополнительного образования торжественная и в то же время волнительная. 23 ученика от 30-й школы получили членские билеты. Для молодой гвардии устроили целое шоу «Осенний бал юных спасателей». Теперь ребята могут участвовать в городских, областных, республиканских соревнованиях, проявляя свои таланты в наших конкурсах под эгидой БМСП. Я рада, что поступила. Мне очень интересно. Я вообще люблю профессию пожарников. Она интересная, полезная для мира. Молодежная общественная организация спасателей пожарных была создана 14 октября 2001-го. Сейчас в нее входит 150 тысяч участников со всех уголков страны. Ну а финальный этап масштабной акции пройдет 16 октября. Осенью в городе, как и во всей стране, традиционно проходят ярмарки. Здесь можно купить все самые вкусные и полезные овощи, фрукты, мед, саженцы, деревьев и кустов. Действительно, не ярмарки – самый бюджетный вид продовольственного шоппинга. Анастасия Пахлёстова подбила чек. Суббота, полдень. На осенней ярмарке самый разгар торговли. И неудивительно. Многие товары здесь дешевле, чем на магазинных прилавках. Да и выбор шире. Можно присмотреть продукт на любой вкус. Больше всего торговцы предлагают овощи и фрукты. Средничек за килограмм томатов – рубль 30. Капусты – 40 копеек. Свой клуб морковь можно купить за 60. Самый ходовой товар – картофель. Просят 50 копеек за килограмм. Предлагаем капуста, атрия, морковь, картофель. Для заядлых дачников представлены саженцы плодовых и декоративных деревьев – кустарников. Их предлагают по цене от 5 рублей. Яблонь, груши, сливы, персики, смородина, малина. Выбрать новинку к следующему сезону под силу даже самым требовательным садоводам. На ярмарке можно выбрать и мед. От 6 до 8 рублей за пол-литра. Лесной, цветочный, лугового разнотравья, цветочный нагречневый. Цветочный цветением липы. Зона умеренного пояса. Это как бы лесная зона. Поэтому меда наша точно за лучшим сортам. Поэтому и преимущество наших белорусских медов. С импровизированного гипермаркета никто не уходит с пустыми руками. У каждого весистые пакеты с дарами природы. Миндаль и персик. Заказали баклажаны купить. Поэтому буду смотреть. Картофель, баклажаны. Здесь практически все есть. Ассортимент очень большой. Выбор большой. Цены разные. Это привлекает. Выбор можно сам. Потому что в магазине как-то не очень, наверное, больше качество. Здесь получше. По ценам выбор есть тоже. Где-то дешевле, где-то дороже. Поэтому есть где, как говорится, выбрать. В прошлые выходные я мед покупала, очень вкусный. Ну, овощи, арбуз. Ассортимент широкий. А цены где-то дешевле, а где-то такие же, как в магазинах. Так что надо ходить и выбирать, и торговаться. Здесь большой выбор. Сразу в одном месте можно все купить. Хорошая цена. Вполне приемлемая. Торговые ряды размещаются на проезжей части дороги на Горького, 41. За горе с полкомом. Приобрести сельхозпродукцию можно с 9 утра до 3. По просьбам горожан ярмарки продлили на весь октябрь. Выбрать свежие фрукты и овощи можно здесь каждые выходные. Анастасия Пахлёстова, Дмитрий Шевцов. Бобруиск, 360. Понедельник встретил бобручан пасмурной погодой. Воздух прогрелся до 16 градусов. Во вторник в стране продают дожди и местами ливни. Объявлено желтое предупреждение. Надолго ли тренд? Максим Кембель. Прогнозы дожди и грозы. Во вторник белорусам не обойтись без зонтов. Небо затянут облака. Ветер ожидается переменных направлений 5-10 метров в секунду. По северо-западу порывы до 14. Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов тепла. Днем будет от плюс 9 до 19 выше нуля. Первая половина недели еще порадует горожан теплой погодой. Со среды столбик термометра неумолимо будет шагать вниз. Ближе к выходным ожидаются ночные заморозки до минус 1. Дневной максимум застанет на отметке плюс 10. Тем временем юго-восток Азии поплыл из-за проливных дождей. Наводнения в Таиланде, Камбодже, Лаосе, Вьетнаме. В ближайшие дни ситуация не улучшится. К региону приближается тропический шторм Линфа. Скорость ветра может достигать 100 км в час. Неутешительный прогноз сделали местные специалисты. Более полутора миллионов человек могут оказаться во власти стихии. Противоположная ситуация на другом континенте. В отдельных частях США зафиксирована самая сильная засуха за последние 7 лет. Аномальные условия в Нью-Йорке, Пенсильвании, Орегоне, Айдахо. К концу 2020-го жара достигнет и Калифорнии, в то время как в северо-восточных и северо-западных частях страны ситуация должна улучшиться. Завтра в Бобруйске будет переменная облачность. Во второй половине дня пройдут дожди. Ветер юго-восточный до 12 метров в секунду. Днем воздух прогреется до плюс 18, ночью температура не поднимется выше 14 градусов тепла. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Это все из событий к этой минуте. Следите за новостями в интернете, в соцсетях, в эфире каждый будний вечер. Счастливо!